Еще раз, Бессонов, Деборисович, да, вот сегодня, 27 мая, день пограничника. И вот я всегда найдется, кто-нибудь, вы знаете, я сейчас парню встретил, кто-то, так сказать, расскажет, как он, так сказать, секретно, где-то его там учили, ну, совершенно чушь, значит, ну, он выяснилось, что служил в Ротисвязи, а действительно у нас был, вот я заканчивал, срочно служил самую длинную учебку, что-то просто в Ротисвязьках, 9 месяцев, 2,5-й, сержавскую школу, связи, по крайней мере, там у нас было отделение, вот, взвод ЗАС, там допуски были, все, вот я его заканчивал, и все. А он, давай-то мне рассказать про китайский язык, который, ну, каждому, совершенно бред. Действительно, по грамм СК выполняли определенные функции, такие интересные, но это было связано с войной с Афганистаном. Я сам не служил, потому что у меня такая была добрасть, что, ну, я сидел в отряде, и обслуживал лаборатору. А вот, ну, мотомонервные группы наши, действительно, находились на территории Афганистана, ММГ, ММГ в отряде. Там ребята были с орденами, так сказать, действительно, боевые группы принимали, принимали участие, так сказать, в ликвидации и так далее. Но у меня такая должность была, что, взял мне, была такая должность, я получал самую большую зарплату состязи сержантского состава в погранвойсках, вот именно за секретность, за все, за все это, где-то, по-моему, 22 рубля, 25, а я получал 27 рублей. И вот в этом плане я, так сказать, да. И вот он рассказывает, ну, на такую чушь. И действительно, с 85-го года наши ребята, ну, об этом не говорили, сейчас уже говорят, рассказывают, действительно, наши, я знал этих ребят, они, так сказать, они, а их передевали в форму советской армии, и они на территории Афганистана, скажем так, на чушках охраняли границу, сколько километров внутрь, внутрь страны, внутрь Афганистана. Это они выполняли эти функции, принимали участие, ликвидации банды, ну, и, опять же, переодевали в форму советской армии. Более того, действительно, были ситуации, когда, особенно мото-монервные группы ребята, они выполняли специфические задания, вот, связанные там, ну, видите, об этом тоже, ну, так сказать, хотя говорят, рассказывают, связанные с выполнением разведчиками наших, особенно на территории Ирана, там, где, так сказать, нет, так сказать, района закрытые. Там действительно сопровождали разведку нашу, когда они встречались с агентурами, с агентурой и так далее. Да, ребята, вот, выполняли, ну, ну, как правило, это такие нормальные ребята, так сказать, и так далее. Ну, да, ну, вряд ли вот что-то такое, так сказать, в какой-то язык и так далее. Нет, они выполняли именно чисто такие функции, ну, может быть, там, прикрытия и так далее, и то на какой-то уровне. А там непосредственно офицерские должности были, люди, которые служили, скажем, уже в спецподразделениях, так сказать, игру и так далее. Ребята служили в Накубе, в Анголе, вот, были и так далее. Много, особенно подводники, ребята, так сказать, все тоже, так сказать. Ну, вот, как правило, знаете, ну, были там какие-то нюансы, связанные с... Эти границы, я небольших тайн не открою, а нам очень много всяких разных секретных нюансов. Есть масса-масса нюансов, которые, ну, скажем так, простым убывателям знать не нужно. Потому что, ну, есть там определенные хитрости и так далее. Это очень интересно. Вот для парня молодого человека, ну, 12-20 лет, что-то увидеть, узнать, очень-очень интересно. Потому что, ну, есть масса-масса нюансов. И встречаются с местным населением там и так далее. Что-то происходит же. Ну, не на уне. Ты живешь на заставах там, в отрядах, кто-то все видит, знаешь. То есть, это интересно очень. Вот, собственно, не просто движение его опыта и так далее. Поэтому, на самом деле, вообще, я хочу сказать, граница – это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое. И обустроить границу – у нас миллионы-миллионы долларов, рублей. Почему-то кажется, что поставил слабый еще. Нет, это очень. Это и погран-зона, это и… А у нас были прекрасные отряды. Какие у нас были отряды, какие заставы были. Сейчас все побросали. Я вот вспоминаю. Я хочу сказать, что у нас на заставах питание было в десятки раз лучше, чем в отрядах, чем, так сказать, и так далее. Там чего только не было. Как я, так сказать, выезжал, я уже все-таки был и старшим сержантом, и старшиной, и, так сказать, нужно было что-то получать и так далее. И вот пришло так, что там только не было. Как кормили прекрасно, так сказать, отношения были все замечательные. И когда вот мне начинают рассказывать про неуставные отношения и так далее, ну, сам был старшиной, я им говорю, что это ерунда, что это полная чушь, ерунда. Да, это были лучшие годы, и все было очень здорово. Я, так сказать, с удовольствием все это вспоминаю. Я, так сказать, командиры были, ребята прекрасные. Вот сейчас вспоминаю, так сказать, вот сержантов своих. Парень был у тебя на полгода постарше, и так далее. Ну, прошло все, все прошло. Уже было, так сказать, нормально, все было очень хорошо. И когда начинают хаять, что-то ругать, у меня вот, так сказать, до расчета берется. Зажимаются почему? Потому что все было замечательно. Никаких холиганств, ничего не было. Ну, были там, что-то, пили, тихоря, ну, по девкам бегали. Ну, это были, кто-то там, бывал, так сказать, что-то там еще вытворял. Ну, как везде, но в целом все было прекрасно. Я вот не вспоминаю, что это самым хорошим словом. Это, во-первых, во-вторых, а какие были заставы, какие были отряды. Там на заставах были, вот у нас, видовые заставы, непоказательные и так далее. И бассейны были, и сады были, и коровы были, и питание было, и тяжелые были. Как-то, так сказать, было настолько все хорошо. И славно, и все это потеряли. Я сейчас звонил, вот, ребятами рассказывал, кто оставался, увольняю, что-то, которые приезжают. И так сказать, вот, все порушено, все разрушено. А какие были клубы, вот, ну, заставы, в отрядах, какие были, так сказать, все было, все было великолепно. И вот это потерять, как можно было, я бы, блядь, я бы ядь уже оторвал. Потому что, ну, это подонки, мальчики, губернатор Черпунов, который пишет, что и так далее. Ну, подонки, вот и все. Потому что невозможно, такое все развалить. Все, все было нормально. Спасибо, безусловно, Алексей Борисович.